Моя Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Сейчас молился и задумался над словами молитвы. Господь, даровавший нам Тору, и благословен Господь, дающий Тору. То есть Он продолжает ее давать, Он не замолчал, Он не отрешился от нас, Он продолжает участвовать в нашей жизни и продолжает давать нам свою Тору. И нынешняя глава называется Ницавим, она носит свое название по одному из первых ключевых слов. Вот вы стоите, вот слово «стоите» Ницавим, сегодня пред Господом Богом вашим. И это очень интересный момент. Ну, вкратце, содержание – это, значит, обновление союза Бога с Израилем. Израиль, как единство поколений, раскаяние и возвращение, Тора, она не на небе, и свободный выбор. И готовясь к нынешней недельной главе, я тоже читал и комментарии, размышлял, и со своей возлюбленной супругой общались. Она акцентировала мое внимание на вот этой вот фразе, что Тора, она не на небе, кто взойдет на небо, кто пойдет за море для нас. Значит, и интересно, как это перекликается с Новым Заветом, но я сейчас об этом говорить не буду, просто советую вам обратить внимание на некоторые моменты синодального перевода. Это очень интересные моменты, потому что там звучит, Моисей говорит, что праведность от закона, а праведность от веры. То есть синодальный перевод дает это как противоборствующие идеи. Хотя, если мы посмотрим более точный перевод, это не противоборствующие, а взаимодополняющие идеи. Тем более, что Павел цитирует это все из одной недельной главы, и это как одна идея, продолжающая другую. То есть праведность Торы не противоречит праведности веры, а они, это суть одна и та же праведность пред Богом. Это идея, которая не совсем понятна, к сожалению, современному традиционному христианству, но это то, о чем говорит Писание. То есть праведность Торы, она не противоречит праведности веры, и праведность веры не противоречит Торе. Но это вообще отдельная тема, то есть надо просто сесть и внимательно разбирать и исследовать. Я же хотел сегодня поговорить немножко о другом. С кем был заключен вот этот Завет, о котором, ну это собственно обновление Завета, потому что это не Усиная. Значит, с кем был заключен этот Завет? Вот давайте мы почитаем. Это Второзаконие, 29 глава, с 10 по 15 стих. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники ваших колен, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в Завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Авраму, Ицхаку и Якову. Не с вами только одними я поставляю сей Завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят при лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. И вот из этого отрывка я хочу обратить внимание на местоимения и на некоторые нюансы. Все вы сегодня стоите. Все вы. Здесь идет речь о каждом конкретном человеке. А дальше говорится, чтобы вступить тебе в Завет. И здесь уже местоимение в единственном числе. То есть мы видим, что Бог обращается к Израилю как к каждому человеку. Причем дальше мы видим, что уточняется, что каждому человеку, не только стоящему здесь и сейчас, то есть вот тогда, но и с теми, кого здесь с нами нет. То есть этот Завет был с ними, этот Завет был и с нами. Но вот интересная формулировка, чтобы вступить тебе в Завет. И здесь уже идет обращение к одному, о ком идет речь. И здесь явно очевидная идея. Собственно, дальше Писание само себя комментирует, чтобы сделать тебя сегодня его народом, ему быть тебе Богом. То есть Завет заключается с народом. С народом, который состоит из отдельных личностей, из отдельных представителей. И все, кто является частью народа, как один единый целый организм, как одно тело, вступают в Завет с Договор со Всевышним. И интересно, что Ишуа эту идею также повторяет. Значит, это молитва Ишуа в Гефсиманском суду, когда он молился об учениках. Я 9 главу не буду всю цитировать, только некоторые ключевые фразы. Я молюсь о них во множественном числе. Я не молюсь о мире, то есть не о всем мире, а только о них, об учениках. Я не молюсь о мире, но о тех, кого ты дал мне, потому что они твои. Теперь я уже не в мире, они в мире, а я иду к тебе, Святой Отец. Береги их властью своего имени, которую ты передал мне, чтобы они были едины, подобно тому, как мы едины. Здесь опять видим идею единства. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их словам, чтобы все они были едины, подобно тому, как ты, Отец, един со мною, а я с тобой. Молюсь, чтобы они были едины с нами, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Славу, которую дал мне, я передал им, чтобы они были одно, подобно тому, как мы одно. Я един с ними, и ты со мною, чтобы они были одним целым. И мир осознает, что ты послал меня, и что ты возлюбил их так же, как возлюбил меня. То есть, та же самая идея, учеников много, и Ишуа говорит, что не только о тех, которые вот здесь и сейчас, но и о тех, которые впоследствии поверят их словам обо мне. То есть, речь идет и о нас так же. То есть, как завет тогда был заключен с нами, хотя нас там не было, точно так же Ишуа молится об своих учениках, и о нас в том числе, хотя нас тогда с ним не было. Нам еще предстояло родиться. Идея одна и та же. И Писание не зря говорит, что Бог вчера, сегодня, завтра тот же, и у Него как бы, ну, все едино, у Него нет противоречий, в Нем нет противоречий. Значит, но к чему я это все говорю? Мы живем в культуре, мы живем в цивилизации, которая не ассоциирует и не связывает себя с Богом. Ишуа говорит о мире, о мире, который он не имел в виду в своей молитве. И я вот напомню, Бытие, 11 глава, 4 стих. Это история Вавилонской башни, и в этой фразе, собственно, сконцентрирована основная идея Вавилонской башни. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И эта идея, она господствует в умах людей нашего времени и нашего мира. Вы наверняка слышали о том, что человек должен заниматься индивидуальным ростом, должен заботиться о себе как о личности, что это важно, это необходимо. То есть вот развитие своего личного потенциала, и, к сожалению, наша цивилизация, она на этом базируется. Это вот ее закваска. Думать о себе, о своем личном росте, о своих личных успехах и достижениях. И если человек чего-то достигает, он в этом мире состоялся. Если не достигает, он не состоялся. Значит, и это, собственно говоря, проблема, потому что в центре всего стоит человек, все для человека, все ради человека. И как в том старом советском анекдоте, мы все знаем, кто этот человек. Значит, и вот Ишуа говорит интересные слова. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24-28. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, тот мне допоследует. А где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Он не говорит, прославь имя мое. Он говорит, прославь имя Твое. Тогда пришел с небес глаз и прославил, и еще прославлю. Мы видим в словах Ишуа заботу не о своем имени, а об имени Отца, о славе Отца. Если мы посмотрим дальше, что Писание Нового Завета говорит. 1 Коринфянам 3, 16-17. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Причем здесь не сказано «ты», не сказано «в тебе». К сожалению, в современном христианстве есть очень много проповедей, которые говорят о том, что «ты храм Духа Святого, и Дух Святой живет в тебе». И тогда возникает вопрос, сколько же тогда на земле храмов, сколько тогда жертвенников, сколько тогда учений, насколько они согласованы друг с другом. И другое подобное же место – это 2 Коринфянам 6, 16. «Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы, храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом». То есть здесь мы видим, что Бог хочет личных отношений с каждым из нас, но Он хочет, чтобы мы были одним телом. Потому что если в одном храме один Бог, в другом храме другой Бог, в третьем храме третий Бог, Писание говорит, какая совместимость храма Божия с идолами? Когда мы живем для себя, мы себе ставим идола. Очень часто этот идол «я сам» или какая-то идея. И практически, как это все должно отразиться в нашей жизни, опять же Писание говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Другое место – 1 Коринфянам 7, 17. «Только каждый поступай так, как ему Бог определил, и каждый так, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам». И здесь можно сказать, ну вот мне Бог сказал, и меня не волнует, что мне сказали пастыря, лидеры, руководители. Я буду поступать так, потому что мне сказал Бог. Но есть один небольшой момент. Если Бог сказал одному человеку что-то, другому, третьему, в совокупности то, что они будут делать, оно не будет как лебедь, рак и щука. Оно будет в единстве достигать цели. И я вам скажу, я вот эту идею очень классно понял и ощутил на себе в шмузе. Когда моя команда должна была быть дежурной по столовой, и в нашу обязанность сходила перед завтраком помочь накрыть, после завтрака помочь убрать и помыть посуду. Это были подростки. Они тут же откликнулись позитивно. Каждый сказал, я буду это, я это, я это. Окей. Распределились обязанности. Я тогда еще не увидел всей полноты картины, и я еще не понимал, какая меня ждет засада. Каждый сделал то, что обещал. Но в конечном итоге они все без меня, хотя на это не имели права, ушли на море, потому что я был их мадрехом, а я остался мыть посуду. При этом каждый что-то делал, понимаете. И нельзя сказать, что они бездействовали, что они лодыри, лоботрясы, бездельники. Каждый из них что-то сделал. Я понял свою ошибку. Каждый из них сам решал для себя, что делать. Понимаете? И каждый говорил, ну я же это сделал, все, теперь пускай остальные делают свою часть. Понимаете? Когда мы не научены жить командой, каждый вроде бы участвует, каждый вроде бы делает. Но команда в целом проигрывает, команда в целом не достигает своей цели. И мы как тело, если будем делать каждый то, что считает нужным, как в Торе говорится, что мы не должны в Божьем Царстве делать то, что каждый считает нужным, но то, что Бог нам повелел. То есть у нас у каждого должны быть личные отношения с нашим Господом. И в этих личных отношениях Господь будет говорить, что нам делать. А вот мы можем очень хорошо понять, это Бог сказал или я сам себе придумал, если мои действия согласуются с действиями команды и с результатом команды. Достигла ли команда цели или не достигла? Понимаете? Если мои действия идут вразрез, то возникает большой вопрос, Бог ли мне это сказал. Я сейчас не говорю об отдельных случаях, когда все общество уходит от Бога, и одна единственная личность стоит в проломе и противостоит. Сейчас не об этом. Сейчас о нормальном служении. Если мы верим в то, что мы община Божья, мы должны сопоставлять свои откровения, свои действия с откровениями, действиями, с видением лидера, с лидером духовного совета, потому что, ну, я не верю, что Бог одному человеку сказал, будь раком, другой щукой, третьему лебедем. Понимаете? Мы должны быть в единстве. Если Бог говорит каждому из нас, Он говорит единым духом для того, чтобы мы достигли одной цели вместе. Опять же, как в старой советской песне. И, значит, нам нужна одна победа. Одна на всех. Мы за ценой не постоим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok